Чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Лондоне Андрей Келлен, назначенный на эту должность в ноябре прошлого года, официально вручил верительные грамоты королеве Елизавете II. Торжественная церемония состоялась в Букингемском дворце. По традиции за послом и его супругой были присланы две кареты. Во второй ехали высокопоставленные российские дипломаты. Их сопровождал маршал дипломатического корпуса. Встреча проходила в поклонном зале дворца. Вернувшись, посол раскрыл некоторые детали аудиенции с королевой. Сначала поклон приветствующего королеву, второй поклон от руководства страны, потом про подход к королеве и вручение ей верительных грамот с третьим поклоном. Я имел поручение передать ей самое теплое пожелание от президента Российской Федерации. Это было воспринято хорошо, прямо скажу. Наши отношения имеют большую историю. И мы пришли к общему выводу, что, конечно, им не хватает стабильности. Андрей Келлин – опытный дипломат. До приезда в Лондон он возглавлял департамент общеевропейского сотрудничества российского МИДа. Был постоянным представителем России при ОБСЕ. Работал в Австрии, Бельгии и Нидерландах. Владеет английским, французским и голландскими языками. Андрей Келлин увлекается спортом. Велосипед, лыжи, волейбол. Но самое серьезное увлечение на протяжении нескольких десятилетий – это большой теннис. Андрей Владимирович рассказал нам, что эта игра всегда помогала ему поддерживать добрые, дружеские отношения с представителями других стран. Мы вместе боролись во Второй мировой войне. Лидеры, тогда Сталин, Черчилль и Рузвельт, заложили втроем основу современного миропорядка, основанного на Совете Безопасности и Международном праве, без сомнения, Совете Безопасности, постоянном членстве ООН. Все это шло оттуда, конечно же. Впечатления пока первые – они еще не очень сформировались, потому что у партнеров и чувствуется желание восстанавливать, выводить отношения на хороший уровень. И боязно им это делать после того, как они сами очень сильно заангажировались в связи с делом Скрипалей на то, что пока Россия не изменит свое поведение, ничего это не произойдет. А менять свое поведение мы, конечно, не будем. Оно отвечает нашим интересам безопасности. Он рассчитывает на то, что Великобритания и Россия преодолеют временные разногласия и вернутся к нормальным партнерским отношениям, сохранив уважение к национальным интересам обеих стран.